Я зависимый, наверное, самый зависимый. Мне 45 лет. 32 года, вот сегодня 33 почти, я пробыл в зависимости. Употреблять начал рано, в 12 лет я начал пить, в 14 похмеляться, в 16 где-то лет я попал первый раз в наркологию. В 20 лет уже пошли наркотики. Как некоторые говорят, мне поздно, но мне этого хватило. Стал употреблять всякие наркотики, употреблял, перепробовал все. Были какие-то там вроде любимые определенные. Жизнь моя, конечно, сначала наркотики, деньги заканчиваются, переходил на водку. Потом страшные отходники, много детоксов, реабилитационных центров, бабок, дедок, чего только не было, всяких кодировок. Восемь центров, восемь реабилитационных центров. Восемь центров, очень много было у меня этих самых, и наркологической клиники, там я уже чуть ли не как дома был. Очень много раз обращался, когда было сильно плохо. Приезжал туда, просил, чтобы меня спасли. В результате выходило, и все, наша песня хорошо, начиная сначала. Последняя реабилитация была у меня вообще полгода, вышел, неделю пробыл где-то трезвым, и опять все по-новое, все по-новое. Уже дошел до того, что я очень как-то, все как-то старался сторонить от этого маму, никогда не разговаривать ничего на эту тему. Она очень сильный такой ненавистник, можно сказать, наркотик, алкоголя, я не говорю уже про наркотики. Но в один момент я уже просто не выдержал, говорю маму, говорю, вот прими, я наркоман, говорю, я буду, я ничего не могу с собой сделать. Вот я буду потихоньку там колоться, потихоньку там это самое, и все, я постараюсь это как-то, чтобы не сильно там ты меня видела, не сильно, ну, в общем, уже дошел до того. Она на меня с ненавистью посмотрела, сказала, говорит, ни за что, никогда. Оставалась маленькая надежда, перед тем, как я сюда ехал, мне уже мало надежды были. Моя мама с женой нашла случайно этот адрес, этот центр, я была, да, надежда слабенькая уже, потому что, ну, столько раз обжигался уже, как говорится, бился головой об стену, и не мог я ничего сделать. Просто я думал, что, ну, я вот такой, и ничего уже не поможет. Ехал сюда, я, была маленькая искорка надежды, а вдруг, а вдруг все-таки, я единственное, что правильно сделал, наверное, в своей жизни, я к этому лечению отнесся со всей ответственностью. Я действительно с ответственностью, я проходил все группы, все, санаторная книжка вся была исписана, потому что я ходил на все, что рекомендовали. В сложном психологически, психологически сложно, но дело в чем, что вот на данный момент, на данный момент, у меня часто вспоминается, вот когда хочется, бывает желание появляется употребить, у меня вспоминаются вот эти моменты, вот эти группы вечерние, которые у нас проходят, и я понимаю реально, приходит осознание, когда я вспоминаю эти группы, приходит осознание, что и дальше до чего я могу, куда я могу вернуться. Меня отделяет, в принципе, от конца всего, это одно употребление, и я стараюсь не допускать. Группы, просто мне здесь, не знаю, я после реабилитационных центров попал как будто в рай. Эти массажи, эти самые терапии, эти йога, отношения, я не знаю, я говорю, я думал, я попал в рай, я незаслуженно попал в рай, потому что я этого, думаю, не заслужил. 15 месяцев, я через полгода приехал на поддержку один раз, как мне сказали, посоветовали, я приехал. Сейчас я приехал второй раз на поддержание, и для меня, для меня сейчас, ну, я не знаю, это счастье, видеть счастливых глазах родных, матери, жены, детей, со мной, ко мне возвращается доверие, со мной начинают уже, меня не стыдятся уже, меня мама стыдилась, она домой шла, она прятала глаза от соседей, потому что ей было стыдно, потому что понятно, что меня все видели. Сейчас уже этого нет, со мной хорошо все общаются, со мной все возвращается, и все счастливы, действительно счастливы. Я говорю уже, наверное, я никогда не думал, что у меня мама такая веселая, добрая, я думал, это злой человек, который постоянно весь себе на уме, постоянно расстроенный, никогда у меня не видел улыбки. Сейчас, в последнее время, я вижу, это самый замечательный, веселый человек, который меня с радостью встречает всегда, сыночка, люблю, и все это самое. Жена, дети, ну, вообще, ну, все изменилось, конечно. Я за эти 15 месяцев, может, кто скажет, это не срок, для меня это прошла жизнь, действительно жизнь, потому что до этого 33 года я не жил. Это был какой-то такой сон, кошмарный сон. Ну, вот и все. У меня было много центров, много я видел, и было по полгода, и по 4 месяца, и Голилуи, и 12-шаговые всякие были, я не хочу конкретно это самое, но для меня, для меня, вот этот центр именно, для меня это стал спасением. И единственное, что нужно, чтобы здесь, оно действительно, кто хочет вести трезвый образ жизни, для того надо, просто всего лишь навсего, много не надо, просто ответственно отнестись и делать все, что говорят. Делать все, что говорят, и жизнь. Меня здесь никто не заставляет, здесь никто ничего не требует от тебя. Хочешь – иди, хочешь – не иди. Это надо взять на себя ответственность. Я взял на себя ответственность. Я трезвый, живой. И я благодарен всем сотрудникам, я благодарен этому центру.